С нетерпением жители города Щелково ждут завершения строительства на улице Шмидта. В апреле этого года здесь планируют открытие знакового для всей Московской области объекта. Новый перинатальный центр станет большим подспорьем для здравоохранения Щелковского района. Важно, чтобы после завершения работ и мамы, и малыши были обеспечены самыми комфортными условиями. В рамках традиционного выездного совещания руководитель районной администрации Алексей Валов проверил ход строительных работ на объекте. Сейчас в центре идут работы по утеплению фасада, подведены теплоснабжающие коммуникации к пищеблоку. В нескольких комнатах даже готова отделка, чтобы показать финальный результат. На строительной площадке трудятся 427 рабочих. Организована работа практически на всех этапах, и на фасаде, и на инженерных системах, и на отделочных работах, на устройстве стяжек, на устройстве кровли. Я так думаю, что в течение еще недели мы войдем в четкий график для того, чтобы к 25 апреля передать этот объект под монтаж медицинского оборудования. Другой объект социальной инфраструктуры Щелковского района практически завершен. Многофункциональный спорткомплекс на центральной даст юным жителям возможность реализоваться в различных видах спорта – от волейбола и мини-футбола до восточных единоборств. Сейчас почти все работы в помещениях завершены, закуплено оборудование и даже сформирован тренерский состав. Более 200 ребят уже изъявили желание вступить в секции нового комплекса. К сожалению, открытие задерживается из-за мелочи. Традиционно проверили сотрудники администрации ход работ на площадках трех детских садов, строительство которых ведется в рамках программы «Наша Подмосковья». Будущие учреждения образования в Медвеждеозерском поселении. Два садика, которые после открытия смогут принять более 400 ребят. Руководитель администрации осмотрел совместно с заведующей. Ирина Костикова руководит детским садом номер 31. После завершения строительства новые здания станут работать в качестве его корпусов. В данный момент заведующая охотно общается со строителями. Идут на контакт, прислушиваются. Строительные работы двигаются, потихонечку согласовываю материалы, все в рабочем порядке. Прогресс у Медвеждеозерских детских садов различный. Корпус на улице «Юбилейная» шагнул далеко вперед. Садик в новом городке чуть отстает. Тем не менее, сейчас работы идут в темпе. На благоустройстве сколько работает? На благоустройстве ноль человек. Ноль человек. На отделке сколько? На отделке чисто 73 человека. Слаботочная электромонтажная сеть у нас 12 человек. На отоплении 6 человек это сантехников работают. На вентиляции четверо человек работает. Закрыли полностью периметр оконными блоками. Значит, приступили к кровле, отогреваем, клеим слои и дальше продолжаем стукатурить. У нас основной объем работы где-то конец февраля. Вот так вот. Конкретно могу сказать, что обрадовался за Медвежеозерский. Работают полным ходом. Видно, что план, тот, который мы им поставили, они выполнят и, соответствующим образом, установленные сроки сдадут его. Это уже вот такая стопроцентная уверенность. По новому городку будем дальше подталкивать, чтобы быстрее закрыли тепловой контур, запустили тепло и приступили к отделке. Но в любом случае уже дальше нам как бы отступать некуда. Конец февраля в основном садик должны быть закончены. А вот детский садик в первом советском переулке города Щелково продолжает разочаровывать. Прогресса в строительстве после предыдущего воезного совещания отмечено фактически не было. Алексей Вэлов обещал предметно пообщаться с руководством компании-подрядчика о темпе работ и будущих результатах. Александр Горанич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».